10 самых красивых мест Москвы за 3 минуты. Красная площадь и Кремль. Ни один визит в Москву не будет полным без посещения этой культовой достопримечательности. Кремль это крепость в самом сердце Москвы, в которой находятся соборы, дворцы и официальная резиденция президента России. Красная площадь с ее историческими булыжниками отделяет Кремль от купеческого квартала, известного как Китай-город. Собор Василия Блаженного это разноцветный собор, расположенный на Красной площади, является одним из самых узнаваемых символов России. Собор был построен по заказу Ивана Грозного в 16 веке, и его уникальная архитектура не похожа ни на одно другое здание в стране. Друзья, в этом выпуске мы решили подарить вам подарки. Все, что от вас требуется, это написать в комментариях тему к следующему выпуску. Через неделю выберем самые интересные предложения, самые интересные ваши рекомендации по темам. И те, которые нам больше всего понравятся, те ребята, которые написали эти самые классные темы, получат призы. Что мы вам решили подарить? Первое, наша брендированная майка, футболка с нашим логотипом. Есть в черном цвете, есть в белом цвете. Вот на мне как раз в белом цвете. Такая маечка, классное качество у нее. От наших британских партнеров, от наших учебных заведений MPW. Вот такие классные блокноты, стильные. Мы с вами любим писать в телефонах, но не забываем, что все-таки классические методы писанины все еще приветствуются. Сумки, эко-сумки также из Великобритании. Видите, учебное заведение имеет свое представительство в Лондоне, в Бирмингеме, в Кембридже. Зачем нам пластиковые пакеты, когда можно использовать вот такие вот классные, интересные сумочки, приятные на ощупь. Легкие, которые можно положить куда угодно. Пишем комментарий, не забываем подписываться на канал, чтобы не пропускать на следующей неделе уже выход новых выпусков, где как раз я объявлю о победителях. Увидимся и смотрим дальше. Парк Горького является популярным местом среди местных жителей и туристов. Он предлагает широкий спектр мероприятий, таких как катание на лодках, велосипедах, просмотрах кинотеатров под открытым небом, а также несколько кафе и ресторанов. Большой театр. Это исторический театр, в котором проходят балетные и оперные представления. Это один из старейших и самых известных театров в мире. Третьяковская галерея. Здесь хранится обширная коллекция русского изобразительного искусства. Является обязательным местом для посещения любителями искусства. В галерее представлено более 130 тысяч экспонатов, начиная от ранних религиозных икон и заканчивая современным искусством. Московский митрополитен. Некоторые станции – это настоящие архитектурные шедевры. Например, Комсомольская, Киевская или Маяковская. Его называют самой красивой системой общественного транспорта в мире – Государственный исторический музей. Этот музей, расположенный на Красной площади, содержит обширную коллекцию экспонатов, рассказывающих об истории России от каменного века до наших дней. Царицынский парк. Это парково-дворцовый комплекс, расположенный на юге Москвы. Был создан по воле Екатерины Великой. Здесь есть романтический пейзажный парк с декоративными прудами, каскадным фонтаном и несколькими красивыми дворцами и павильонами. Воробьевы горы. Отсюда открывается потрясающий панорамный вид на город. Это одна из самых высоких точек Москвы. В этом районе находится Московский государственный университет МГУ, который является одной из семи сестер группы небоскребов в Москве, спроектированных в сталинском стиле. Москва-река. Один из лучших способов увидеть Москву – это речной круиз по Москве-реке. Он проходит мимо многих самых известных достопримечательностей города и предлагает уникальный взгляд на российскую столицу. В целом трудно ограничить список только десяткой, так как Москва полна красивых мест. В зависимости от ваших личных интересов, вы также можете посетить музей Пушкина, историко-архитектурный музей-заповедник Коломенское, музей космонавтики или ВДНХ, выставку достижений народного хозяйства и еще много чего другого. Ребята, по статистике мои видеоролики 90% зрителей смотрят без подписки. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, так вы чаще будете видеть подобный контент. И обязательно пишите в комментариях, на какую тему вы бы хотели увидеть следующий выпуск. Мы с командой читаем все комментарии и выбираем самые классные идеи, на которых снимаем выпуски. Ставим лайк, подписываемся, пишем тему. Я вам также обещаю, что в следующих выпусках мы будем дарить классные призы и подарки. Наши партнеры из-за рубежа отправляют нам классные всякие штучки, которые мы будем дарить вам в следующих выпусках.